Дом перешел по наследству двум или нескольким владельцам. Возникло желание постройки и в целом участок честно разделить на равные доли. Но хозяева не могут договориться. Стандартный сценарий из нашей жизни. Зачастую споры переходят в судебные заседания, и вот здесь в дело вступают эксперты. В руках эксперта схема участка. Здесь и дом, и хозяйственные постройки. Перед тем, как непосредственно перейти к измерениям, на бумаге привязываем точки друг к другу. Чтобы проще было мерить, после из чехла достается лазерный дальномер. На экране он выводит точное расстояние от пункта А до пункта Б. Фиксирует в своей памяти точку, на которую его наводят. При определении порядка пользования, как и разделе земельного участка, возникают множество нюансов, которые я, как эксперт, просто обязана учесть при составлении своего заключения. Во-первых, раздел и определение порядка пользования всегда производится в идеальных долях собственников, которые мне указывает инициатор значения экспертизы. При этом учитывается сложившийся порядок использования земельным участком желания сторон при разделе владений. Особое внимание уделяют подземным коммуникациям. Эксперт старается разделить землю так, чтобы трубы собственника находились в пределах выделенной ему части земли. Если это оказывается невозможным, полоса земли с трубами становится участком общего пользования. Одним из важных моментов является то, что земля под постройками тоже входит в площадь определения порядка пользования либо раздела. То есть делится не та земля, которая свободна, а полностью земля, находящаяся в границах земельного участка. Будь то она расположена под жилым домом, либо под сараем, гаражом, либо теплицей. Делится вся земля полностью. Также важно понимать, часто просто необходимо оставлять участок общего пользования, чтобы одной сторон было проще добираться к своей постройке и обслуживать свои коммуникации. Не все просто и при разделе двухэтажного дома. Выделить каждому по этажу не позволяет закон. Поэтому оба этажа поделят равно между всеми. То же касается и землей под домом. В практике эксперты и случаев нестандартных немало. Например, муж и жена нажили совместное имущество. После официально разошлись и стал вопрос о разделе жилого дома, хозпостроек. Специалист быстро сделал свое дело. Предоставил бывшим супругам вариант, но их он не устроил. Они обратились к юристам. Там же карандашом поменялись строениями. И буквально через неделю мне приходит дополнительная экспертиза с измененным вопросом и с новым порядком владения строениями. Получился идеальный вариант, который устроил обе стороны. И они довольны и счастливы поставили забор между своими строениями. И каждый зажил своей жизнью. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.